Библейский портал экзегет.ру представляет Благословение Господне на вас, дорогие братья и сестры! И мы вместе с вами на библейском портале экзегет продолжаем читать и объяснять, комментировать Евангелие от Луки. Сегодня у нас вторая глава. «В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле». Ну, конечно же, верующие люди сразу понимают, о чем идет речь, то есть приближается повествование о Рождестве Христовом, но что же это за те дни? До этого речь шла о рождении святого Иоанна Крестителя, и таким образом именно в те дни, то есть Иоанн Креститель, он чуть раньше, был зачат и рождается чуть раньше, ну, примерно 5 месяцев или там до полугода. И вот в те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Император Август — это первое его имя, изначально это имя Октавиан, а Август — как бы имя, подчеркивающее его величие. И так как этому предшествовали его единоличному правлению, предшествовали разные там нестроения, то вот как только он стал императором единобластным, то он решил провести перепись, и не один раз на самом деле эти переписи проводились. Для чего? Для того, чтобы вот четко подчитать, а сколько населения, сколько жителей в каждой провинции, какая экономическая составляющая в каждой провинции. Для чего? Для того, чтобы понять, а сколько взыскивать налогов с этих людей. То есть, хотим мы того или не хотим, все платят налоги, тогда платили, сейчас мы платим. Ну да, хочется ничего не платить, но абсолютной свободы на земле не бывает. Вот, как мы видим, это вот переписи, даже Пресвятая Богородица с Иосифом Обручник, они принимают участие в этой переписи, хотя цели чисто вот такие государственные, меркантильные. Лука поясняет, Лука был историком. Эта перепись была первая в правлении Квериния Сирией. То есть, Сирия была более мощная такая провинция по сравнению с Иудеем, и там вот Квериния, ну, историки немножко спорят по поводу этого Квериния, и, в общем-то, приходит к какому выводу? К тому, что дважды правил, дважды назначался быть правителем, прокуратором Сирии, и именно в первое его правление и прошла вот эта перепись, о которой идет речь. «И пошли все записываться, каждый в свой город». Такая была традиция иудейская. «Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеемом, потому что он был из дома и рода Давидова записаться с Марией, обрученную ему женою, которая была беременна». И вот мы видим те реальные условия, простые человеческие условия того времени, что хочешь, не хочешь, вот надо идти на перепись, потому что так сказали, вот так положено все. Поэтому все пошли, и существовало такой обычай, что нужно вот там, где твое колено, где род, где племя, там несколько было делений. Прежде всего делились на двенадцать колен, как бы племен больших, да, потом на рода делились, и на такие тоже как бы семейства, которые тоже более узкие роды. Вот, и про Иосифа прямо сказано, что он из Вифлеема, почему? Потому что из рода Давида, а Давид происходил из Вифлеема. Вифлеем значит «дом хлеба», и тут мы вспоминаем, что Спаситель вот как-то произносил «я есть хлеб, который сошел с небес», да, и Спаситель говорил это в связи с таинством Евхаристии. И в Евхаристии под видом хлеба и вина мы приобщаемся к телу и крови Христова, мы становимся причастниками самого Господа. И вот Иосиф, обручник, он идет вместе с Марией, сказано о ее положении, непраздном положении на тот момент, и представляем, насколько это было трудно идти через вот такую горестую, холмистую местность, но деваться было некуда, помощников особо не было, поэтому оставить на кого-то Деву Марии было невозможно. При этом здесь упоминается обрученную ему женой, да, то есть она обручена, но она остается Девой. Когда же они были там, то есть в Вифлееме, наступило время родить ей. Вот наступает этот удивительный момент, и вот посмотрите, это не какие-то царские чертоги, да, и вот как у нас сейчас бывает, что даже когда там роддомы, кто-то рождается, многие они прямо такой вот праздник устраивают, встречают, вот там с таким пышным торжеством, и это все правильно, это все правильно. Но посмотрите, какие были условия у Пресвятой Богородицы. Насколько бедна была она и Иосиф обручник, и вот там сказано, «И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице». Они приходят, все места заняты. А если и были какие-то, то наверняка стоили очень дорого эти места, потому что когда много людей приезжает и мало мест остается, то цены, как правило, взвинчиваются, заплатить нечем. Но вот при этих гостиницах бывали такие пещеры для скота, куда загоняли домашний скот. Ну, насчет вот этих пещер, конечно, было много разных споров научных, но известно что, что вот когда Константин Великий, он утверждает православие, то на Святой Земле Константин Великий старался найти, заново найти, каждое место, связанное с жизнью Господа Иисуса Христа. Вот мы знаем, что святая царица Елена обрела, и мама Константина, она обретает крест, откопали там, где Голгофа была, и она же находит вот эту вот пещеру, где родился Христос. И там, над этой пещерей был построен царица Елены первый храм, заложен первый христианский храм. То есть место это найдено, оно сохраняется до сих пор, и вот некуда было поместиться. Вот они заходят в пещеру. Ну, представляете, что такое в пещере, там, конечно, никаких условий. Вот, а ясли, это что такое? Ясли, это кормушка, как бы деревянный такой ящик, сколоченный, куда клали сено, корм для скота. И вот что мы читаем, что родила сына своего первенца. Первенцами назывались вообще первые дети, то есть первый сын. Не в том смысле, что потом, кто-то последует, а вообще тот, кто вот появился, неважно оттого, последует там второй, третий, четвертый ребенок, а тот, кто, ну, как говорилось, разверзал ложе сна, тот и вот первенец. При этом читаем, что и спеленала его, и положила его в ясли. Ну, вот представьте, братья и сестры, как обычно проходят роды у любой женщины. То есть это мучения, это очень великая тяжесть, это сопровождается болями. Конечно, бывало так, что крестьянки наши, они рождали прямо на поле, но все равно уходило много сил, да, и трудно было вот самой предпринимать что-либо. А здесь, и как толкуют это святые отцы, Пресвятая Богородица была освобождена от боли рождения. Почему так? Да потому что рождение, зачатие-то было безмужное от Духа Святого, и потому что Христос, младенец, он был свободен от первородной вот этой вот греховной порчи, которая передавалась от падшего Адама Ева. Он новый Адам. И Еве, Ветхой Еве, было сказано, что, как наказание за ее преступление, сказано было, что в болезни будешь рождать детей, то есть болезни родов – это некое наказание за первое грехопадение, и все, кто причастны первой Еве, они рождают в болях. А так как здесь было от Духа Святого зачатие, и Христос свободен от первородного греха, от первородной порчи, то он рождается безболезненно, более того, безболезненно для его мамы, и более того, святые отцы говорят, что Пресвятая Богородица остается Девой в самом рождении, то есть не были нарушены печати ее девства, поэтому она присно-дева, она дева до Рождества, дева в Рождестве и дева по Рождестве, на что и указывают три звезды на ее аммофоре, как это мы видим на иконах Пресвятой Богородицы. И еще тут святые отцы, они приводят такое сравнение, что вот как воскресший Христос прошел сквозь двери затворенные, не отворяя дверей, являются ученикам, вот так, рождаясь в наш мир, Христос, он тоже проходит, не разрушая печати девства, как бы через затворенные двери, вот как он потом это явил в своем воскресении. То есть это новый Адам, который приходит в наш мир, чтобы искупить грех Ветхого Адама. Вот так состоялось Рождество Христово. Лука продолжает. «В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего». Много говорят про этих пастухов, что, конечно, споры были о дне рождения Христа Спасителя. Мы празднуем по юлианскому календарю 25 декабря, то есть по новому стилю, это 7 января. И некоторые, зачастую они так утверждают, что ну вот как там могли пастись какие-то овечки, которые в зиму, да, когда там везде вот снег и мороз, и как это было возможно. Ну, на самом деле, если брать именно места Иудеи, то зимой там снега-то фактически нет. И вот я сам жил в Израиле около 8 месяцев и был тоже как раз в декабре-январе. И я сам, проживая на Ильонской горе, видел, как овечки паслись именно в конце декабря. Потому что декабрь, январь – это время, когда идет много дождей. И трава как раз бывает сочная. А летом на Святой Земле вы дождя вообще не дождетесь. То есть, там, начиная с мая по октябрь, там может быть ни капли дождинки. А вот с осени по весну там как раз бывают обильные дожди, и трава, она тоже обильная. Вот, там больше как раз бывают проблемы именно через нервного обилия дождей. Но как бы там ни было, мы видим, что были стада, и пастухи держали страж, то есть охраняли этих овец. «Вдруг пристал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим». И вот неожиданно им является ангел Божий, чего они не ожидали. Слава Господня осияла их. Что тут подразумевается под славой Божией? Обычно в такой библейской традиции слава Божия является в виде света, либо в виде какого-то облака светлого, которое, допустим, там наполнило храм Соломонов при освящении, или как облако светлое, оно огненный столб, или вот облако, оно предшествовало Израилю, выводимому из египетского рабства. То есть это вот некое такое видимое присутствие славы Божией, которое осияло людей, и на людей это производит такое потрясающее действие, так что они убоялись страхом великим. «И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Вот мы видим прямо, что сын Девы Марии называется именно Христом, Господом, он и есть долгожданный Мессия, он Спаситель, он из рода Давидова и в городе Давидовом он рождается, и он воплотившийся Господь Бог, и поэтому-то он и может спасти род человеческий, и его рождение приносит великую радость. На самом деле, основное свойство христианина, вообще человека, который становится верующим, который обретает Христа, это радость, потому что мы не одиноки, «С нами Бог», «С нами Бог», разумейте языцы и покоряйтесь им, якос нами Бог. «И вот вам знак», продолжает ангел, «вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслих». А в чем здесь знак? Именно в том, что обычно-то, конечно же, никто не клал младенца в кормушку, и ангел говорит, что спаситель мира, то есть новый Адам, вот этот единственный, безгрешный человек, он рождается и полагается там, где вообще только для скота предназначалось. То есть вот так вот грешный мир встречает Сына Божия, но здесь мы видим и, в общем-то, искренние такие сердца, ведь пастухи – это были очень простые люди, это не какие-нибудь там ученые-фарисеи, законники, это не какие-нибудь там придворные или там саддуки, которые тоже строили разные политические козни, а очень простые люди, которые все-таки искренне веровали в Бога, и вот им является ангел. А после этого что? «И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее, слава вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение». Открывается то, что на небесах уже радость, вот этим пастухам дается лицезреть, как ангельские силы прославляют Бога и говорят, что в вышних, то есть в небесном мире, Богу высылается слава, а на земле мир. Почему? Потому что люди пребывали во вражде, да, и основное свойство вот любого грешного человека, вот взять там нас, вас, кого угодно. Это то, что он, каждый из нас внутри раздирается какими-то помыслами, какими-то переживаниями. У нас не всегда внутри мир. А вот Христос как раз и несет мир, потому что в человеках благоволение. Людям уже даровано благоволение Божие. И вот эта вот вражда будет прекращаться, поэтому если и мы обретем благодать Божию, то и у нас в сердцах будет неизреченный мир. «Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу, пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И поспешив пришли, тут, конечно, надо понять, что вряд ли они стали бы стучаться там в каждый дом. Это же ночь. Почему ночь? Потому что сказано, что они содержали ночную стражу. То есть, действительно, рождение Христа совершилось ночь. А вряд ли они стали бы стучаться, как бы ломиться во все двери, чтобы узнать, где там родился особый младенец. А они шли, может быть, действительно, что-то им даже в душе подсказывало. И приходят вот к пещере, кто-то говорит, что вот это как раз была та пещера, куда, собственно, они должны были в ненастную погоду загонять скот. «И нашли Марию и Иосифа, и младенца, лежащего в яслях». Вот когда икону Рождества Христова мы созерцаем, то тоже там видим такой вот черный разлом пещеры, где в белом одеянии спеленутый младенец, он как бы сияет светом таким неизреченным. И это вот то как раз самое, о чем говорил, свидетельствовал святой Иоанн Богослов в своем Евангелии, о том, что свет пришел в мир, но люди больше возлюбили тьму. И мрак этой пещеры – это как образ нашего грехолюбивого мира, который во тьме пребывает. А Христос, вот как истинный свет, приходит, чтобы показать людям свет истины, свет жизни. И вот первыми приходят как раз и обретают его именно простые пастухи за искренность сердца, то есть не ученость какая-то, не хитросплетение, а искренние сердца обретают Господа. «Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце всем, и всеслышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи». Вероятно, не только Мария Дева, Иосиф, но, может быть, кто-то вот еще пришел, или они еще кому-то рассказывали, конечно же, все удивлялись. «А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем». И вот еще одна нам подсказка, как Лука писал свою Евангелие. Поскольку именно Дева Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце, то она потом и поделилась этим. То есть Лука, собирая сведения о Господе Иисусе Христе, беседовал со всеми. И он застал еще вот в живых на земле Пресвятую Деву, Богородицу, и она тоже рассказала об этом, рассказала встречи с пастухами, что они поведали. Вот Лука это все и записал в свое Евангелие. Это то, что называется Евангелие детства Иисуса Христа. Читаем дальше. «И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было». По прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченный ангелом, прежде зачатия его в очреве. Таков был ветхозаветный обычай, что на восьмой день надо было запечатлеть вот эту причастность к завету Авраама и через пролитие крови, потому что именно кровью запечатлевалась верность завету. Заодно этот обряд означал некое отсечение чувственности, что подлинный израильтянин служит не плотским страстям, а он посвящает себя духовному служению Богу. Но Лука очень кратко об этом говорит, то есть важен не сам обряд, а то, что как раз нарекается имя Иисус. Имя Иисус, да, сказано, что оно открыто было ангелом, это воля самого Господа, чтобы такое имя было наречено. Мы знаем, что Иисус Спаситель, но буквально, если так вот попытаться, это филологически как бы изначально, потому что Иисус – это уже греческая такая транслитерация, а там, видимо, Ехавшуа, то есть вот примерно так, Яхвы – это вот сокровенное имя Божие, открытое Моисею на горе Синай в неопалимой купине, Яхвы или Иегава, и, соответственно, Иегашуа или Яхвашуа, то есть Господь Спасает или Господь Спаситель. И получается так, что вот мы знаем, свидетели Иеговы, вот они все там настаивают, настаивают, что вот мы мы сохраним имя, мы там самые правильные, а на самом деле имя Иисус, оно уже включает в себе имя Яхвы или Иегава. Но при этом говорится, что он не просто Господь, а он Спаситель, то есть когда он воплотился, еще в Ветхом Завете он еще не воплощался, он Господь, а вот воплощаясь, он становится еще нашим Спасителем, он имеет отношение к каждому из нас, как спасающий нас. Поэтому у апостола Павла в Священном Писании сказано, что о имени Иисуса Христа всякое колено поклонится, что Бог даровал ему имя превыше всякого имени, то есть Бог Отец даровал своему сыну имя превыше всякого имени, да о имени Иисуса поклонится всякое колено небесных, земных и преисподних. Ну вот только свидетели Иегова не хотят преклоняться перед этим именем, но вот по Божественному Откровению всякое колено преклонится перед именем Иисуса Христа. То есть немножко вот иеговисты, они так вот вышли за рамки Божественного Откровения, а имя Иисуса Христа это и есть вот имя, которое включает в себя Яхва. И на иконах Спасителя нашего там еще вот по-гречески пишется Гоон. И что это за такое вот имя греческое? А это именно вот перевод на греческий язык имени Яхва, то есть существующий, тот, кто действительно есть. И это имя вполне относится ко Христу как к Богу, к Богу воплотившемуся. Продолжаем. Да, вот еще что мы отметим? То, что для чего этот нужен был обряд обрезания? Для того, чтобы засвидетельствовать, что Сын Божий – это не какой-то призрак, как думали некоторые еретики, что плоть его призрачная, а он действительно воплотился. Невозможно обрезать какой-то призрак, да, там отсечь там у какого-то привидения его часть, понимаете, это иллюзорные привидения. А здесь мы видим, что реальное человеческое естество, реальное пролитие крови – это уже предвестие будущей крестной жертвы крови, которая пролита была на Голгофе. А когда исполнились дни очищения по закону Моисееву, то есть 40 дней полагалось по закону, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложе сна, был, то есть самый первый младенец, был посвящен Господу. Ну, тут мы вспоминаем, что помните, вот когда Господь выводил народ израильский из Египта, то у египтян все первенцы были наказаны, от людей до скота, первые сыновья, первые телята, ну да, жестоко, но в то время весь мир был таким жестоким и в разумлении очень жесткие. А взамен этого все первенцы израильтян посвящались Богу для служения, и потом как бы некая замена произошла, что вместо первенцев посвящается колено левитов, а первенцы, они выкупаются, то есть дается некая жертва при храме. И конечный, конечно же, вот смысл этой жертвы, он в чем? В том, что все от Бога, и всякий первенец – это Божий дар, то есть когда рождается первый ребенок, особенно ярко переживается вот этот Божий дар. А так как от Бога, то и нужно посвятить Богу первого, и нужно бы вот что-то тоже от себя, какую-то благодарность выразить. Конечно, у нас вот иногда люди идут в храм, и дают по принципу «на тебе Боже, что мне не Гоже», а по большому счету вот что-то вот такое значимое. Но первостепенно, конечно, Господь, собственно, нас самих ждет в храмах, и наши собственные сердца и должны быть посвящены Господу. И вот было предписано, чтобы принести в жертву причинному в законе Господнем две горлицы или двух птенцов голубиных. Ну, на самом деле, евангелист Лука, он вот тут как бы сразу же так вот скромно очень пишет, потому что там, как предписывалось, что приносить там тельца или агнца, агнца, вот, а стоили-то дорого. И вот уже, понимаете, если у семьи вообще ничего нет, вот надо понимать условия этой жизни, вот много исследований, что люди по преимуществу были очень бедные, очень бедные. И вот нечего просто, а если нет у тебя ягненка, да, или теленка, и купить не на что. Почему и апостолы, они все постоянно рыбной ловлей занимались, потому что нечего было кушать. И денег-то особо не было. А вот два птенца голубиных, они стоили очень мало, вот как спаситель, помните, говорил, что не две ли малые птицы продаются за ассари, самая мелкая какая-то, незначительная монета. Да, ну и ни одна из них не упадет на землю без воли Божией. То есть, и даже вот промысел Божий в этом. А тут какой смысл? Что все равно, даже если ничего нет, вот что-то надо пожертвовать. Вот даже если ничего нет. Поэтому лепта вдовицы, она больше приношений многих каких-то там лукавых фарисеев. И вот здесь то же самое, это как лепта вдовицы. Самая малая жертва, она, собственно говоря, ничего и нет, вот хотя бы так. И они вот приносят, то есть, семья очень бедная у Девы Марии, у Иосифа Обручника. Дальше читаем. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева. Что такое утешение Израиля? Это именно ожидание Спасителя, Мессии. Потому что когда бы утешился Израиль? Когда Христос придет? Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. Конечно, вот есть у нас такие вот предания, что он один из переписчиков Ветхого Завета на греческий язык, один из семидесяч, что он засомневался, когда переводил Исайю, пророку, что сидево в очереве примет и родит сына. Вот нет, как так, Дева? Может быть, просто молодая жена. И ангел ему сказал, что вот нет, именно Дева, и ты не умрешь, пока сам это не увидишь. И тогда получается, что он около трехсот лет жил. Но, собственно, Евангелие про это не сказано. Понимаете? Просто сказано, что он был праведный, что он ожидал пришествия Христа. Тоже такая вот искренняя, чистая душа. И вот Духом Святым ему было предсказано, что не умрешь ты. Ты увидишь Христа Господа. И действительно, он жил и жил. И, конечно, нам всем хочется жить. Это так. И всем нам хочется не умирать. Но понимаете, в чем суть? Вот если бы жить всегда молодым, вот это да. Вот жить и жить, и не стареть. А если ты живешь сто больше лет и дряхлеешь, и вот поумирали все там родственники, родные, все твое поколение, потом там дети поумирали, а ты все живешь и живешь. И получается так, что ты уже как бы не в своей тарелке. То есть поколения твои ушли. Молодые, они своим живут, там зрелые свои, пожилые своим. А ты вообще как бы не у дел, получается. Да, там тебя все уважают, все там на тебя показывают пальцы, смотрите, как долго живет. Но все равно вот что-то не то. И получается, что он ожидал уже сам перехода в иной мир. И каждый день он приходил в храм, молился и надеялся на Бога и, конечно, верил, что Господь сделает так, как ему предсказал. И пришел он по вдохновению в храм. Вот. То есть было особое ему уже такое откровение, некая прозорливость у него уже. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он, то есть Симеон, взял его на руки «Благословил Бога и сказал». И вот тут знаменитая уже вот это как молитва даже, он обращается к Богу и опять-таки это Божья Матерь запоминает и потом пересказывает Луке и тот записывает. А старец держит на руках младенца благодаря Бога. Вот тут, конечно, такое удивительное смирение, что обычно мы все все для себя только хотим. если Бога обрести, то тоже чего-то вытребовать у Бога, чего-то заполучить. А Симеон, он настолько смирился, что уже ничего себе-то не просит. Он как бы благодарит только Бога. Он говорит, что ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром. То есть предсказано, что не покину этот мир, пока не увижу тебя, пришедшим. Вот ты пришел. Ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовил пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля. Симеон радуется. Он радуется не себе о том, что вот он увидел Христа и что Христос спасет всех, ну а я-то вот уже отойду. То есть вот это смирение и делает тоже Симеона Богоприимца одним из ближайших Господу на самом деле. Он сподобился держать его на руках. Но правда вот нам тоже, кстати, Спаситель всего себя преподает в святых тайнах. Но мы эгоисты, поэтому вот у нас нет такой связи внутренней со Христом. То есть он принимает Христа на свои руки, но он не эгоист. И за это он благословляется. А нам Спаситель всего себя в святых тайнах преподает. Мы эгоисты, поэтому вот такой чистоты, такой святости не сподобляемся. И он прославляет и говорит, ты его готовил пред лицом всех народов, то есть не просто одному израильскому народу. Нет, все, все привлекаются к Богу, как чада, да, пусть падшего Адама, но в новом Адаме все обретут спасение. Ну и, конечно же, славу народа твоего, Израиля. Израильский народ обретает во Христе славу. Почему? Потому что, собственно, удалось все-таки пронести веру до пришествия Христа, удалось в лице апостолов, лучших представителей Израиля найти, которые приняли Христа, ну пусть не все, но лучшие представители нашлись, поэтому не надо говорить, что вот только там язычники, а израильский народ ничего, промысел Божий через израильский народ тоже сказался. Иосиф же и матерь его дивились сказанным о нем, и благословил их Симеон, и сказал Марии, матери его, лежит сей нападение и на восстание многих в Израиле, и в предмет пререкания. Что значит? А так и получилось, как только приходит Христос, тут же гордые не спровергаются, смиренные восстают. Те, кто казались царями, руководителями, законоучителями, мудрецами, они не спали. А те, кто казались простыми, смиренными, вот рыбаки, как и те же пастухи, вот вифлеемские, они оказались, они восстали, они оказались высокие, и блаженный феофилак, болгарский, он даже так говорит, что вот, ну, вроде бы апостолы, ну, простые там их, что они могли сделать, да, а в итоге получается так, что цари, цари стали прославлять вот этих простых рыбаков и поклоняться этим простым апостолам, потому что, когда Константин Великий пришел и утвердил уже православное царство, то дальше цари именно вот изыскивали мощи апостолов, почитали их, и получается так, что именно цари стали прославлять вот этих рыбаков, простых апостолов, и Христос действительно лег в предмет пререкания, он самый смиренный, он самый невзыскательный, он старался никому не давать поводов к лишним спорам, но он вот и стал как раз предметом пререканий, почему, потому что все чрезвычайно чистое, слишком такое вот святое вызывает пререкания людей, и споры, и отношения, каждый по-своему, и на протяжении всей истории спорят, спорили евреи, потом спорили, появлялись какие-то еретики, греки спорили, потом в четвертом веке арианская ересь, и потом философские идут споры, вот, проходит время, и вдруг начинают спорить, а был ли вообще Христос, да, жил ли он на самом деле, и опять спорит, и вот так вот всю историю спорит, спорит, то есть он действительно лег в предмет пререкания, это вот такое объективное предсказание Симеона Богоприимца, и еще он говорит Пресвятой Богородице, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроется помышление многих сердец, что значит тебе самой оружие пройдет душу, а это значит, что во-первых, жизнь сына твоего будет скорбный, и ты вот по состраданию материнскому тоже претерпишь немалые сердечные тягости, когда ты увидишь, как сына твоего распинают, как гвозди пробивают его руки и ноги, а потом уже в бездыханное тело вонзают копье, то тебе самой оружие пройдет, как некое вот такое копье, которое и твое сердце пронзит, потому что нет больше боли, как боли материнской, о своем терзаемом ребенке. Да откроется помышление многих сердец. В общем-то действительно открылось, открылись и подлецы, которые вынашивали какие-то лукавые замыслы, открылись и предатели, но открылись и верные сердца, которые последовали за Христом. Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова от колена Осирова. Вот Лука он четко фиксирует некую историчность этой Анны пророчицы, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего семь лет. То есть вначале она как только наступает возраст подходящий для замуж, она выходит замуж, потом семь лет живет и сказано она вдова, муж умирает и вот когда умер муж, она уже посвящает себя всецело Богу. Сказано вдова лет 84, которая не отходила от храма постом и молитвой, служа Богу день и ночь. О чем здесь говорится? О том, что уже сколько-то десятилетий она служит Богу и мы видим, что женщины тоже имеют одинаковую возможность духовного совершенства. Не только Симеон богоприимец, а вот, пожалуйста, Анна пророчица, она ничуть не хуже, она живет при храме, она всецело посвящена Богу и сподобляется особых даров, и она тоже уважаема. То есть в Новом Зависии, да в принципе и Ветхом Завете женская святость почитается весьма высоко. Значит, постом и молитву, служа Богу день и ночь, и она в то время подойдя славила Господа и говорила о Нем всем ожидавшим избавления в Иерусалиме. И еще то, что относится к Евангелию детства Иисуса Христа Лука, Святой Лука, вот он запечатлел одно такое событие. И когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назаре. Да, вот, братья и сестры, тут надо что еще пометить? Если это соотносить с Евангелистом Матфеем, то что мы видим? Что вот рождение Христа, да, пастухи приходят сразу, когда Спаситель еще находится в пещере в Яслих. После этого совершается на восьмой день обрезание. оно могло в принципе совершиться и в самом Вифлееме, а вот сороковой день он строго уже в Иерусалиме посвящается. И, видимо, уже только после этого приходят волхвы, о которых повествует евангелист Матфей поклонение волхвов, потому что путь их был долгий. когда царь Ирод выведывал у них время появления звезды, да, и потом вот он назначает возраст кого убивать, то от двух лет и ниже. То есть, вероятно, ну вот года может быть полтора они шли, но это могло быть именно еще от зачатия от Духа Святого Богомладенца Христа, может быть там девять месяцев и еще сколько-то. Ну, в любом случае, это вот примерное, конечно, мое рассуждение, но в любом случае поклонение волхвов скорее всего уже после сретения Господня, после того, как они в храме Соломонова приносят вот эту жертву на сороковой день порождения. И уже после этого сразу же бегство, потому что очень быстро это происходит, что Иротон забеспокоился, и надо какие-то принимать решения. Волхвы посещают с дарами Пресвятую Деву, младенцу, преподносят свои дары. Ангел тут же открывает Иосифу, что надо бежать в Египет. Вряд ли, вряд ли они какое-то время еще вот оставались, скорее всего сразу. А путь в Египет он долгий вообще-то. то есть пока они туда отправились, потом пока вернулись, вот проходит какое-то время. И вот тут уже о чем повествует Лука, о том, что они возвращаются в Галилеи, в город свой Назарет, тот город, где жил и трудился Иосиф. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем. Святые отцы объясняют, что благодать Божия, конечно же, с самого начала была на нем, то есть присутствовала и не покидала его, потому что он сын Божий воплотившийся. Он возрастает, сказано, младенец возрастал, то есть это естественный период взросления каждого человека, укреплялся духом, то есть наблюдают окружающие, как происходит становление его как личности, его характера, и в нем открывается премудрость Божия. А дальше вот такое интересное событие. Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи, и когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. это праздник Пасхи, спасители уже 12 лет, некоторые при этом считают так, что вот была такая традиция, что при достижении 12 лет отрок, он объявлялся в каком-то смысле совершеннолетним, и проводился определенный такой, ну что ли, экзамен, когда задавали законучители вопросы по закону Божию такому отроку, а он отвечал, вот может быть это как-то совпало в тот момент, хотя здесь прежде всего выделяется праздник Пасхи, на который обычно шли вместе с друзьями, со знакомыми, путешествия были небезопасны, поэтому лучше было объединяться с какими-то группами идти. Когда же по окончании дней праздника, праздника Пасхи, возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и Матерь его, но думали, что он идет с другими. А почему так? Потому что именно шли вот семьями, и получалось так, что взрослые с взрослыми, а дети с детьми там отроки с отроками, поэтому легко было затеряться. Пройдя же дневной путь в течение дня, ну, не знаю, часов там шесть, может быть, шли, стали искать его между родственниками и знакомыми, и не найдя его, возвратились в Иерусалим, ища его, то есть точно же возвращаются, переживают. Через три дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все слушавшие его дивились разуму и ответом его, то есть отрока Иисуса находят в среде мудрецов, законоучителей, и Иисус задает какие-то вопросы им, тоже что-то говорит, и все удивляются его мудрости, которые несообразны его возрастом. И увидев его, удивились. Удивились кто? Иосиф Обручник и Пресвятая Богородица. И Матерь его сказала ему, Чадо, что ты сделал с нами? Вот, отец и я с великую скорбью искали тебя. Она, конечно, говорит про свои материнские чувства, про скорбь, это понятно, и при этом Иосифа называет отцом, мы знаем, до этого читали, что как я, если мужа не знаю, то как родится от меня сын, Дух Святой найдет на тебя силы Вышнего, осенит тебя. Но для некого прикрытия ведь невозможно было всем это объяснять, и кто бы в это поверил. Поэтому для прикрытия, так как все-таки Иосиф Обручник, он как охранитель детства Богородицы, как единая семья, то, конечно же, называли его отцом. Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя. Он сказал, зачем было вам искать меня, или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему. Вот так Иисус отрыв тут же показывает, что не Иосиф его отец на самом деле, а его отец есть небесный отец, Бог Отец, мы знаем, Господь Святая Троица, Отец Сын и Святой Дух. И Иисус, даже вот этот 12-летний отрок, Он воплотившийся Сын Божий, поэтому для Него собственно Отцом является Бог Отец. А что принадлежит Отцу? Именно храм. Храм посвящается Богу. Но они не поняли сказанных им слов. И видимо потом тоже вот это вот событие сохранилось конечно в памяти Пресвятой Богородице, потом она тоже поделилась этим с Евангелистом Лукой, он записал. И он пошел с ними и пришел в Назарет и был в повиновении у них. То есть на самом деле отрок Иисус не был непослушным ребенком. То, что он остался в храме, это как некое знамение, которое выражало, что он всецело посвящен служению. будущему евангельскому служению и сейчас он там, где храм посвящен Богу Отцу. И Матерь его сохраняла все слова сии в сердце своем. И Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога и человеков. Бывают такие дети, что они растут и все ругаются, что так себя ведет непонятно как. Но Господь и таких конечно призывает со временем. Но сам Иисус преуспевал в любви у Бога и человеков. То есть и люди даже, людям трудно угодить, но и люди его любили. А прежде всего, конечно, в любви у Бога, потому что сам Иисус это Сын Божий и сущность Божия есть любовь. И здесь все нераздельно. У Отца Сына и у Святого Духа единая, нераздельная божественная любовь. На этом, братья и сестры, мы закончили чтение второй главы и в следующий раз продолжим читать Евангелие от Луки. А теперь мы на некоторое время расстаемся. Храни вас Божие! Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова